Как весенний сон Как копей и звон И как первая нежная трава Как дыхание звук Под сердечный стук Прорастают первые слова Я с тобой Ты со мной Раз и навсегда Раз и навсегда Светит нам с тобою Ясная звезда Чистая звезда Верная звезда Верная звезда Как прозрачен лес В синеве небес Как шуршит Опавшая листва Осень и простор Славит этот хор Но мы слышим в нем Свои слова Я с тобой Я с тобой Ты со мной Ты со мной Раз и навсегда Раз и навсегда Светит нам с тобою Ясная звезда Чистая звезда Верная звезда Верная звезда Ясная звезда Я с тобой Ты со мной Раз и навсегда Раз и навсегда Светит нам с тобою Ясная звезда Чистая звезда Верная звезда Верная звезда Верная звезда Верный звезда Верная звезда Верная звезда Верная звезда Я не вижу, что вы все время держитесь рукой за стул Постойте, постойте, друзья Чем это вы здесь занимаетесь? Ну, как это чем? Вы же сами сказали, что на повестке дня У нас сегодня состязания Не сами состязания, а, естественно, разговор о них. С иллюстрациями, конечно. Вот мы и хотели бы. С иллюстрациями, с гуморескими стихами, песнями. Вот, наконец, кажется, дошла очередь и до меня. Недавно я слышал прекрасную песню. Начиналась она, если мне не изменяет память, так. Стоп, 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 дорогой друг, мы так недоговаривались. Я знаю, знаю, почему ты уезжаешь. Как только в доме какое-то неустройство. Или назревает что-то, что может потребовать от тебя усилий, душевной или физической отдачи для семьи. Ты тут же уезжаешь в командировку. Зоя, едет сам министр. Как я могу отказаться? Чем я буду мотивировать? Вот, вот. Когда я рожала первого, ты был на Кубе. Второго торчал на каком-то газопроводе. Резал аппендицит, монтировал что-то уже не помню где. А теперь сын вот-вот женится, ты опять бежишь. Почему ты решила, что он женится? Только потому, что он дома не ночевал. Я чувствую. И вообще эта девушка ему не пара. Ты ее видела? Сегодня увижу. Боря обещала ее вечером привезти. Вот тогда и будешь паниковать. Вот-вот. Вот ты всегда так. Тебе же на все наплевать, кроме своего дела. На дом, на семью. Да ты и работу мы не в грош не ставишь. Кому нужны твои полставки? Мне они нужны, мне. Я не домохозяйка и не твой личный секретарь. Я специалист по технической документации. На полставочки. Да, да, на полставочки. А ведь кто-то должен заниматься домом, детьми. Зоник, ты знаешь что? Я, пожалуй, спущусь вниз, а то что-то... Володь задерживается. Я прошел. Мать побереги. На Борьку в этом смысле надежда плохая. Опять дома не ночевал. Ни пуха, ни пера. К черту. Внимание, технические новинки. Не опаздываешь? Бегу. Пока, мам. Возьми квитанцию, после школы забеги в прачечную. Хорошо. ...совершенствованию организации производства. Изготовление средств механизации и автоматизации... Боря, вы чай пить будете? Попозже. Я хотела, чтобы мы все уже за столом сидели, когда Ленская и Гоша придут. Ну, а они вроде бы так, на чашку чая. Режиссура. Я ищу девочкой. О театре мечтала. Я открою. Привел? А Ленская здесь? Нет еще. О, автомобилиста наш! Наконец москвичей тряхнул, а? Или тебя хоккей не интересует? Да. Ты что? Да вот. Чай ты готов? Третий раз стану. Да. А Константин дома? У себя. Зайду к нему. Ленская пришла. Ну, как твои занятия, как тренировки? Нормально. Не опоздала? Нет. Я только чаю. Ой. Я так волнуюсь. И чаю совсем не хочется. Я посижу просто так. Тише. Идем. Костенька, здравствуй. Привет, теть Наташа. Работай. Работай. А, понятно. А где обещанный чай? А что же это торт никто не берет? Боря, ухаживай за своей дамой. Нет, спасибо. От мучного и сладкого. Это для тех, кто не бережет фигуру, правда? Угу. Вот ему можно. Пока можно. А тебе? А мне тоже можно. Уже можно. Спасибо. Так, кому еще? Нет, нет, спасибо. Вы последнюю вещь в иностранке не читали? Этого, как его? Доморалеса? Да. Очень интересная вещь. Правда, местами чересчур откровенная. Я как раз вспомнила, Зонька, когда нам было столько лет, сколько Надюше, мы обожали только одно. Королеву Марго. Достойная книга. Нам пора. Милые родственники, извините, но у электрички свое расписание. Спасибо. Жаль. Надюша! Спасибо. Не забывайте нас, Наденька. Вас забудешь. Приходите еще. Мы ждем вас. Спасибо, до свидания. Боря, не задерживайся. Мое дело, конечно, сторона, но этот Борик вчера кое о чем поспрашал. Ну? Ну, что ну? Жениться надо с разбором. Гош, не умничай, ради Бога. Как она тебе показалась? А никак. Не верю я в эту любовь. Мы в Полозово всегда влюблялись в женщин крупных, значительных. Не мельче тебя, Зоя. А эта? Да она нам всю породу испортит. Нарожает, понимаешь ли, от горшка до вершка. Да ладно ты ей Богу! Парню он скоро 17 лет. И рост у него, дай Бог, каждому. У тебя какой рост, Кость? 186. Вот это наш экстерьер. Все это вздор, Гоша. Дело не в том, какого она роста, а в том, что она ему не пара. Я мать. Я чувствую, понимаете, я чувствую, что она ему чужая. Не понимаю, что Боря в ней нашел. Мама, как ты можешь? Ты же ее первый раз видела. Она замечательная. Боря просто повезло, что она его полюбила. Костик прав. Мне она тоже очень понравилась. В ней есть какая-то хрупкость. Вот, ну прямо дух итальянского возрождения. Какого возрождения? Да у нее мать портниха, а деды и прадеды из крестьян. Ко ней пасли. И слава Богу, итальянского возрождения. Надо ж такой ляпнуть. И все-таки в ней есть какая-то прозрачность, изящество. Она спокойная, вежливая, тихая. Тихая. А кому она нужна, тихая-то? Вы бы лучше вот о чем подумали. У нее отец умер, когда ей двух лет не было. А от чего умер? Борька говорит, от туберкулеза. Это каким же хиликом надо быть, чтобы в наш век при всех пенициллинах загнуться от чахотки? Вот она твоя хрупкость, Ленская. Чушь, чушь все это. Причем здесь найден отец. Про нашего деда тоже можно сказать. Умер совсем молодым от инфаркта. Раньше это называли разрыв сердца. У бабы головы белокровие. У дяди Гоши астма. Так меня никто не должен в мужья брать. Я кому хочешь пару воду испорчу. Причем здесь ты, твое дело сторона? Костя, уже поздно, тебе пора. Ладно, иду, иду. Только мне кажется, они свои дела без вас решат. Без тебя-то уж точно, марш спать. Нет, Костик в этом смысле прав. Скорее, он ей не пара, чем она ему не пара. А итог один. Не пара. А я про что? А ты про генетику, про черт знает что, а не про своего любимого племянника. Жениться он вздумал, вот что мы обсуждаем. Зоенька, ну что ты шумишь? Встретились молодые люди, полюбили друг друга, радоваться надо. А жить они на что будут? Поможем? Не поможем, а возьмем на содержание. И на многие годы. И что? Жить на иждивение взрослым людям. Я вот помню, каково нам было принимать в свое время Гошину помощь. Казалось бы, что тут такого, единственный брат. Ничего, ничего, принимали ведь. Нет, Гош, ты не можешь понять. Я понимаю одно, жениться на ней Борька не должен. Семья для детей делается, для потомства. Жениться сейчас, да это же крах Бориной судьбы. Он рожден для сцены, а семья это же... Ну, 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 ничего, ничего. Мы Борьку так просто не отдадим. Навалимся всем скопом. Знаешь что, Гоша, у моей сослуживицы тоже на одного парня навалились скопом. А он на кухне газ открыл и лег на пол. Ну, Ленская, ты иногда такое, понимаешь ли, брякнешь, газ открыл. Каким же хлюпиком надо быть, чтобы и заженить бы. Ты, Ленская, насмотрелась на своих гениальных жильцов? Они хоть тебе за комнату-то платят? Платят. Да знаю, знаю. Платят. Первые три месяца. Эх ты, доброходка-то наша. Костя, ну ты что мой халат надел? Ну, я же сказала, иди спать. Спокойной ночи. Прекрасный мальчик. Да, с этим не то, что со старшим. Никаких проблем. Платят. Иди спать. Платят. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Но мне прийти-то эта точка зрения. Дослужиться до Шекспира. А сперва до кого? До Бернарда Шоу, до Чехова. А начинающим так и вовсе до какого-нибудь Петухова, так что ли? И при всей вашей несомненной эрудиции насчет децибелов и других вещей, извините, но мы придерживаемся другой точки зрения. Можешь поставить, поставь. А мы этого Гамлета сделать можем. Нужна вполне конкретная поддержка. А без нее постановки быть не может. Вот и все. Вы напрасно обижаетесь на товарищескую критику, Борис. Викторович во многом прав. Убийства, насилия, стриптизы. Они приведут к сомнительному эффекту. И вы меня извините, Борис, но я думаю, что такого спектакля нам, пожалуй, не надо. И лучше сказать об этом раньше и тверже. Этот спектакль я все равно поставлю. Жалко, если не здесь и не сейчас. Борис, успокойся! Но я считаю, что вы не имеете морального права судить о чужом творчестве. Тем более о незавершенном. Борис, немедленно извиняйся. Не вижу причин. Ведь истинным талантам, как сказал Виктор Иосифович, откровенность повредить не может. Желаю здравствовать. Борис, ну ладно, не расстраивайся, Борис. Ну действительно, поставишь в другом месте. Да ни в каком месте я ставить не буду. Все! Поиграли и хватит. Кончу институт, буду инженером, нормальным технарем. И горе огнем эта самодейственность. Бьешься, бьешься. На тебе. Все. Да ты не сердись. Может, Надю подождем, а? А зачем? Не волнуйтесь. Я всю документацию завтра подготовлю. Привезу сама. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Я с тобой, ты со мной, раз и навсегда, раз и навсегда. Светит нам с тобою ясная звезда, чистая звезда, верная звезда. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дай понюхать Дай понюхать Да ты что, шума-то не понимаешь Ну!! Как мило, что ты не забыла. Поздравляю вас. Что это у тебя? Пустяки. Надеюсь, ты постоял за себя? Все нормально. Молодец. Стол накрыт, суп кипит. Что войдет, будет сыт. Это мой племянник. Знакомьтесь, пожалуйста. Женя из Тагила. Очень талантливый. Ой, перо! Учитесь? Аспирантуре. Нелинейное программирование. А почему вы не в общежитии? Сосед по комнате женился. Хотя прописан я там. Ну, вы б тоже женились. Вот и пирог. Все отлично, тетя Наташа. Садитесь. Дорогая тетя Наташа. Позволь мне. Извини. Кто-то еще. Ой, Лена. Наташа, поздравляю. Дорогая Лена. Ну, проходи. Нет, нет. Ты же знаешь, я сухого не пью. А... Ну, да. Здрасте, Костик. Здрасте. Я ее муж. Бывший. Почему бывший мог его паспорт показать? Есть штампик. Молчу. Молчу. Я... Всю жизнь пытаюсь работать. Но общество меня отвергает. Я полагаю, что раз по прямому контакту, так сказать, работа, деньги, она меня не хочет кормить, пусть она меня содержит через подставных лиц. И ты решил, что я как раз такое лицо? Ну, ты не лучше и не хуже других. С обществом ты в контакте. Она ж платит тебе за музейные черепки, с которыми ты сидишь. Десятка другая тебя не обеднит. Вон, венцо попиваете. Десять рублей, ни копейки больше. Наташа при посторонних. К нищему. Хороший ты человек. Моя жена. Она хороший человек. Кто ты? Костик. Не нужно. Дальнейшее молчание. Чудесный был человек. Ну, алкоголик. А потому дурак. Тетя Наташа, дорогая, разреши от имени всей нашей семьи, которая, к сожалению, просто не смогла сегодня прийти в полном составе, поздравить тебя с днем рождения. Твое здоровье. Извини, что минералку, но я ж ты знаешь. Очевидно, не в то горло попало. Очевидно. Ты чего, тетя Наташа? Ты зачем слова про семью начал говорить? Я ведь Зое звонила сегодня, она и не вспомнила. Об отце и говорить нечего, а Гоша мне сам позвонил. Я понимаю, ты хотел как лучше. Но врать не надо. Никогда. Все от этого меняется. Ты уже взрослый, все понимаешь. Пожалуйста, поберегись от этого. А то потом придется это самое страшное, когда глаза прячут. Я тебя очень люблю, Костенька, только поэтому позволяю себе такое говорить. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну а теперь уже поздно. Я все понимаю, но кто же говорит, что надо было настаивать? Это ей решать, оставить ребенка или нет. Она права, она тебя любит и может быть хорошей женой. Меня волнует другое. Ты хотел жениться, теперь ребенок и ты подавлен. Ну что с тобой происходит? Ведь ты же любил ее. Любил. Но ведь так же нельзя. Ты же можешь себя погубить. Ты бросил все, бросил студию. Что с тобой будет? Не знаю. Как же ты собираешься жить? Как все. Как все? Ты знаешь, что такое жить как все? Ну ладно, не надо так мрачно смотреть на вещи. Все образуется. Да все уже образовалось. Зачем вы устроили эти идиотские смотрины? Какое вам дело, на ком я собрался жениться? Скажи, а зачем твоя Ленская потащилась к Надежде в сушилиху сообщить? Как та ей понравилась, а? Вот ваша вся эта семейная колготня и разрушила наши отношения. Почему мной всегда руководить чужая воля? А в итоге-то ведь я должен уговаривать Надежду, что я не подлец и негодяй. Ну вот и уговаривался. Горя, ну что ты говоришь? Ты хоть меня пожалей. Я всех пожалею. И тебя, и Надежду, и ее мать. Всех! А меня-то кто пожалеет? Я тебя заçon-то. Я с далёй. А я все. varying процента. А я иду. И я-а-а. А я тебе. Почему ты? Я-а-а. Какая-а. Все. Ну как же так? Я маму все новости узнаю случайно. Или послушаю нечаянно. Как злодей какой-то. Ты где был? У Ленской. А это откуда? По дороге. Сумасшедший дом. Сумасшедший дом. Борис, подойди. Идите, идите, я догоню. Привет пенсионерам. Здорово, Боря. Есть пара слов. Что, дворец Спорт сгорел? Или автомобилист обогнал ССК? Ты погоди, погоди. Я слышал тут ситуацию у тебя. А, извини, меня ждут. Подождут. Ты что, жениться собрался? Дядя Гоша. Послушай, Борис, у нас ведь у Полозовых юлит не принято. Это я тебя как старший говорю. Дядя Гоша. Что? Ты слушай, слушай, что я тебе скажу. Ты безо всякого уговоришь эту надежду свою на законный брак. Зак, свадьба и все такое прочее. Ты сам уговоришь, понял? Не понял. Чего ты не понял? Не понял, чего вы не в свое дело лезете. Это наше дело, Борис. Ты не один живешь. Ни первый, ни последний из нас. Я тебе подсказываю, что делать, чтобы в будущем не краснеть перед своей дочкой или сыном. Понял? Не понял. Все ты отлично понял. И знаешь, что я тебя люблю и в обиду не дам. Но и под лицом стать не позволю. Ну, давай, иди. Старый ты дурак, дядя Гоша. Иди, иди. Тоже мне молодой. Как у нее только сил хватает. Каждый день на электричке туда и назад. Технику плюс театральную студию. Поразительно. Да, она у меня выносливая. Еще с детства выделялась. Куденькая, как спичка, а выносливая. Ну, подумайте. Наташенька, налей, пожалуйста, еще чайку у Гоши и Тайвань. Спасибо. Спасибо. Наденька на вас совсем не похожа. Да. Она больше похожа на моего покойного мужа. А, на мужа. Мы вначале были против этого брака. Надо бы сначала специальность приобрести. Но ваша Наденька такая прелесть. Просто чудо. Да. И одета она у меня, слава богу. Я ведь сама шью. Я вот про что хочу сказать. Кольца пора бы заказывать. Они не хотят кольца. Не хотят машин с лентами, кукол, всей этой шумихи. Да и заявление они подали у вас, потому что там проще. Но не это важно, мы не об этом говорим. Сейчас главное в том, как быть с ребенком. Надя еще два года учится. Потом диплом. Ну, академически она возьмет, это ясно. А как быть дальше? Я, конечно, готова помогать, но в каких-то пределах. У меня работа, дом. Где-то у меня книжка была заложена. Ну, а жить, я думаю, они будут в Бориной комнате. Да вы не волнуйтесь. Ну, разумеется, по части ребеночка я буду вам помогать. А вот то, что они будут жить у вас, это хорошо. Не в моей же однокомнатной квартире. Нам вдвоем порой бывает тесновато. А втроем, с ребеночком, сами понимаете. Так, значит, решили без колец. Привет, Косяк. Привет. Ну, что там наверху? Встреча на высшем уровне. А, Тайвана. Послушай, Борь, а почему к нам Надя не заходит? Ты не ответил, Борь? Ух, не влезал, Косяк. И без тебя тошно. Что с ней? Где она? Готовится к семейной жизни. Ведь ты не любишь ее. Не люблю. Как же ты можешь? Я? Я все могу. Здравствуйте, мальчики. Здравствуйте, Людмила Ивановна. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуй, Борис. Здравствуй. Тайвана, как вам у нас? Хорошо живете. Обеспечено. Я рад, что вам у нас понравилось. Борис, ну-ка, иди сюда, к нам. Ленска, налей-ка ему чайку. Сейчас, только руки помоем. Вот так вот, братик. А летом у нас на даче совсем неплохо. Нечательно. Гоша там обычно все лето в земле ковыряется. А вы где обычно отдыхаете? По-разному. Ой, да я огромная, приезжайте. Даже чересчур огромная. Я их за это не знаю. Я их за это не знаю. Хоть бы лампочку повесили. Мам, кого? Здрасте. Надя здесь живет. Какая Надя? Быстрова, красивая такая. Ум, напротив. А, спасибо. Звонок не работает. Мама, ты? Костя, что-то случилось? Да нет. Ну, проходи. А у нас пробки перегорели. А где у вас пробки? Ага. Вот так. Ну, вот и все. Спасибо. Не надо, Надя. Оставьте свечку. Дома все хорошо? Да. Я просто очень захотел вас увидеть. Садись. Я тебе тоже очень рада. И я рад. Давай рассказывай, как у тебя в школе. Не надо об этом. А как мама? Надя, ну что вы со мной, правда, как с маленьким? Маме сейчас нет до меня никакого дела. Спасибо. Пей. Надя, я вот что хотел сказать вам. Не выходите замуж за Бориса. Не надо. Ты этого не поймешь. Ты потом поймешь. Я сейчас все понимаю. Я пришел для того, чтобы... Понимаете, нельзя так. Это вранье. Это хуже, чем у старших. У них привычка. А вы... Ты очень добрый. Ты самый добрый, Костя. А... Боря меня очень просил оформить все официально. Не то, не то вы говорите. Надя, не выходите из-за него замуж. Он не любит вас. Я знаю. Тогда зачем? Ты его брат. Ты должен понять. Ему сейчас надо выявиться. Определиться во всем. Во всем. А ведь это совсем непросто. А тут еще ребенок. Семья, пеленки, жена. Ему очень трудно. А он хочет... хочет еще и мне помочь. И я сделаю так, как ему лучше. Я понимаю, но он не любит вас. Я его люблю. Очень люблю. Моей любви хватит на нас двоих. Я его люблю. Очень люблю. Но я его знаю. Он играет. Сегодня он горит, завтра остынет. И все. Он просто так устроен. Я его очень хорошо знаю. А про меня что ты знаешь? Что ты про жизнь мою знаешь? Про то, что я хочу. Про то, что хочет моя мама. О наших с ней отношениях. Что ты об этом знаешь? Как ты можешь? Кто ты такой, чтобы судить и решать? Может быть, я никто и ничто. Но я говорю правду. Потому что я... хочу, чтобы у тебя было Чтобы все хорошо. прошу. На позиции девушка провожала бойца. Темной ночью простилися на ступеньках крыльца. И пока за туманами видеть мог паренёк. На окошке, на девичьем всё горел огонёк. Парня встретила дружная фронтовая... Ванька, давай ещё. А, сейчас. Всюду были товарищи, Всюду были друзья, Но знакомую улицу Позабыть он не мог. Где ж ты, девушка милая? Где ж ты, мой огонёк? Успел? Ну, я вся извелась. В самолёт немного запоздал. Я быстро. Здравствуйте. Здравствуйте, Николай Степанович. Здравствуйте. Здравствуйте, Николай Степанович. Зоя Павловна? Да. Что? Николай Степанович вернулся? Прилетел успел. Зоя, посмотри мясо. Сейчас. Вам помочь не надо. Спасибо. И что было загадано, Всё исполнилось. ЗВОНОК ЗВОНОК Приехали. Наконец-то. 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 Понимаете, Зоя Павловна, Не знаю, как вам и сказать. Сам не пойму. Ну, говори, говори. Только внятно. Ну, я говорю, всё нормально. Расписались. Всё было по-деловому, без показухи. Потом выходим в сквер, думаем, Или такси ловить, Или на электричке ехать. Вот тут всё и случилось. Что случилось? Понимаете, Зоя Павловна, Выходим, а Борис и говорит. Ну, теперь, как полагается, Пойдём напиваться. Пошутил, конечно. А Надька всё смотрит на него, Смотрит. А он говорит, Чего смотришь-то? Успеешь ещё насмотреться? И нацеловаться ещё успеем, Когда горько-то кричать будут. Ну, пошутил, конечно. А мы все и рассмеялись. Ну, да. А Надя сунула ему эти цветы. Такие белые. Не помню, как они называются. Вот. И говорит, Ты поступил как порядочный человек. Большое тебе спасибо. И пошла. Ну, а Борис-то стоит с этими цветами. Я говорю, Вот и первая семейная сцена. Поздравляю. А он вдруг цветы озимый. Тоже пошёл. За Надей пошёл? Да нет. Совсем в другую сторону. А я за ним побежал, Остановить хотел. Он меня оттолкнул. Кричит. Мол, что вы ко мне все привязались? Ну, мы их целый час у электрички ждали. А потом сюда поехали. Ну, мы думали, они уже здесь. Ну, ладно. Подождём. Раздевайтесь. Проходите. Подождём. Мама! Как ты не понимаешь, что Надя не приедет? Тётя Наташа, умоляю. Рублей двадцать, если есть. Молодец, Костик. Сейчас. Всё, что есть. Так. Пёнгел! Скорее! Я же говорил, всем, все родне нужно было идти в ЗАГС. Нашли кого слушать. Борик. Перестань ты, Гоша. Её нужно вернуть. Взять такси и махнуть с сушилиху. Ведь это же, это же скандал. Чего мы ждём? Зоя Павловна, Надя уже дома. Конечно, нужно взять машину и поехать все вместе. Мы все поедем. Зоя Павловна, обязательно нужно ехать. Не надо никуда ездить. Расскажите мне, наконец, что здесь происходит. Что значит, не надо ехать? Надо. Навалимся всем скопом и вернём. И что навалимся всем скопом. Я что хочу сказать. Спасибо. Никуда ехать не надо. Я сама. Ничего, ничего. Нам от вас ничего не надо. Жили мы вдвоём, проживём и втроём. Вот что значит, нет без колец. Та, Ивановна. Простите нас. Мой сын довольно часто делает необдуманные поступки, но, поверьте, он всегда раскаивается в них. Молодые, они часто ссорятся между собой. Так что пускай они сами и разбираются. А мы с вами, родственники, за это просто необходимо. Выпить. Прошу вас к столу. Всех прошу. Вы не знаете, где Надя. У неё. Её свадьба. Где ж ей быть, как не на собственной свадьбе? И нечего пороги обивать. Ты кто такой? Костя меня зовут. Костя. Оно и видно, что Костя. Надя! На чего довели девку? От людей прячется. Прижениться-то толком не умеет. Всё бы мучить друг дружку. Оно, успокойся. Ну, успокойся. Ну, успокойся. Стыд-то. Какой стыд, боже мой. Что же делать? Как жить? Куда едем? Прямо. Ну, ты пойми, что я не могу там появиться. Я не имею права, не хочу. Я никого из них не могу видеть. И не увидишь. А разве мы не к вам едем? А куда? Всё будет хорошо. А ну, а ну, здравствуйте. Наталья Павловна, позовите, пожалуйста. А? Спасибо. Наталья Павловна, позовите, пожалуйста. Тётя Наташа, привет, это я. Звоню из твоей квартиры. Надя привёз сюда. Да. Правильно. Я так и подумал. Спасибо тебе большое. Ты только учти, деньги изволь брать. Договорились? Ну, всё в порядке. Как у вас дела? Боря. Боря. Боря приехал. Ничего. Ничего появится. Слушай, если я тебя не дождусь, ключи оставлю Наде, она передаст. Слушай, пожалуйста. Всё. Ладно. Целую тебя. Пока. Ну, всё в порядке. Никаких проблем. Последний гений женился и уехал. Живи здесь, пока не надоест. Потом что-нибудь придумаем. Тётка велела передать, что полюбила тебя сразу. А если бы у тебя не было такой замечательной тётки? Я нашёл бы для вас комнату или квартиру. Для кого это для вас? Для тебя и малыша. Да. Ведь он родится. А я ему буду в любом случае родной дядя. Ты школу сначала закончи, дядя. Я могу кончить и вечернюю. Разве в этом дело? Сколько мне лет? Нет. Дело не в этом. Я сейчас. Тётя Наташа дома? Она же на твоей свадьбе. А ты что здесь делаешь? Надю сторожу. Надю? Она здесь? Я могу с ней поговорить? Если она этого захочет. Ты спроси. Заходи. Заходи. Проходи. Она там. Она там. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...